всем привет очень часто на моем канале звучит вопрос как поменять драйвер если у вас какая-нибудь такая плата с распаянными драйверами то никак проще заменить всю плату целиком благо сейчас есть очень достойные экземпляры по цене одной-двух катушек пластика буквально если же у вас какая-нибудь вот такая плата с драйверами подключаемыми в специальные разъемы то заменить их очень просто и сегодня это и покажу но для начала надо кратко объяснить что такое драйвер и что ждать от его замены сам шаговый двигатель не может крутиться без специальной микросхемки которая управляет на какую обмотку мотора в какой момент времени какой ток подать именно эта микросхемка и называется драйвером шагового двигателя у драйверов есть множество различных характеристик но я подойду к объяснению с практической точки зрения чаще всего у нас на китайских принтерах ставят а49 88 его плюсы в том что он очень дешевый меньше доллара в розницу и неубиваемый при этом его можно даже не охлаждать особо например минусы моторы с ним сильно и противно шумят что для домашних принтеров очень неприятно кроме того иногда он может дать специфический вид рябе называемый лососевой кожей шум можно снизить демпферами лососевую кожу можно убрать диодными мостами но на самом деле проще и эффективнее поменять драйвер на что-нибудь современное есть несколько вариантов на замену и краткое их сравнение вы можете увидеть в табличке на экране самый выгодный как по мне вариант это тимси 2009 они тихие относительно слабо греются могут переварить любые моторы обычных 3d принтеров их можно подключать к плате по и уарт для программной конфигурации и они способны к сенсор лос хоуминг то есть к парковке без концевиков объяснять подробно что это и как в данном ролике не буду чтобы не затягивать просто кратко поясню что сенсор лос хоуминг используются очень редко и переделывать принтер с концевиками под нее не имеет никакого смысла а подключение драйверов по юарт удобно тем что можно менять ток дробление шагов и так далее не лазая в блок электроники но на деле это удобство реализуется один но максимум два раза по пять минут а дальше что подключено по юар что нет разницы ноль кроме того это подключение не на всех платах легко реализовать иногда приходится вешать лапшу из проводов и менять распиновки в прошивке так что наличие этих функций это плюс конечно но в большинстве случаев неиспользуемый возвращаемся к таблице чуть дешевле чем tmc 2209 есть более старые tmc 2208 они во всем хуже но совсем чуть-чуть чуть-чуть едва заметно но погромче чуть-чуть меньший ток могут держать чуть больше греются нет сенсор лос хоуминг и так далее кроме того их не рекомендуется устанавливать на оси экструдера если не будете подключать их по юарт так как они с высокой вероятностью будут вываливаться в ошибку при включении linear advance а это алгоритм очень полезный и лучше иметь возможность его включить если понадобится еще один хороший драйвер лв 8729 они довольно неоднозначны но как по мне отлично подходят на ось z и экструдер так как сильно дешевле драйверов 3 намек а на этих осях разница по шуму будет незначительно совсем но есть и минус чтобы они работали тихо их придется ставить в режим дробления микрошага 1 64 или 1 128 что нагрузит микроконтроллер в четыре или восемь раз больше чем 1 16 на тимси 2209 иными словами на 32 битных современных платах работают они отлично а на 8 битных будут вызывать лаги печати другие драйверы например тимси 200 2130 22 25 26 51 60 51 61 с 109 ст 820 так далее либо мало изучены либо не имеют смысла на подавляющем большинстве принтеров ввиду каких-то своих особенностей которые я просто для краткости отпущу в итоге вырисовывается два оптимальных варианта какие драйверы купить самый бюджетный вариант это две штуки тимси 2208 на оси x и y а на остальные оси лв 8729 такой вариант требователен к мощности микроконтроллера обязательно нужен производительный 32 битный зато за минимум денег получится практически максимальная тишина плюс работать должно весьма стабильно чаще всего я на свои принтеры примерно как-то так драйвера и ставлю второй вариант все тимси 2209 он хоть и совсем чуть-чуть но тише плюс не грузит микроконтроллер то есть подходит для любых плат плюс хорошие характеристики плюс куча функций как итог если хотите и проще и лучше то это именно ваш вариант ну и конечно эти драйверы можно как угодно комбинировать в зависимости от ситуации например на медведи пятом на который я буду сегодня ставить драйвера уже стоят две штуки тимси 2208 на x и y которые менять смысла ну как-то совсем нет так что нужно докупить всего два драйвера например две штуки лв 8729 2 тимси 2209 или даже тимси 2208 на ось z и 2209 на экструдер все варианты рабочие знаешь что спросят а у кого покупать и какие версии отвечу сразу нет разницы так как все эти драйверы совместимы между собой если не планируете их подключать по юарт то берите самые дешевые если же юарт нужен и плата под него подготовлена то берите драйвер от производителя платы и в случае тимси 2208 еще и должно быть обязательно написано что они под юарт иначе паять придется ну ладно допустим драйверы уже куплены надо заменить старые на новые объясню замену по шагам плюс в конце ролика разберу частые проблемы с заменой шаг 1 надо мультиметром измерить напряжение на старом драйвере для этого при включенном принтере минусовой щуп мультиметра надо прислонить к минусу на плате я предпочитаю минус на входном разъеме в него проще попасть плюсовое же прикладывается к потенциометру на драйвере та характеристика которую вы замеряете таким образом называется опорным или референсным напряжением в формулах пишется vref значение этих напряжений следует записать для всех заменяемых драйверов после этого принтер следует обесточить иначе можно повредить драйвер или плату шаг 2 запоминаем положение старого драйвера на плате лучше все будет просто сфотографировать чтобы точно ничего не перепутать потом а после этого драйвер уже можно убирать он больше нам не понадобится шаг 3 почти на всех платах под драйвером будут такие вот конфигурационные пины замыкаемые специальными перемычками джамперами ими выставляются разные режимы работы драйверов например дробление шагов или включение-выключение каких-либо функций если вы меняете а4988 на тимси 2208 или 2209 то оставляйте все джамперы под драйвером это сохранит дробление шагов в 1 16 что оптимально для почти всех принтеров если вы меняете а4988 на его 8729 то сохранение всех джамперов включит дробление 1 128 что подойдет для 32-битных плат без проблем но запомните что увеличили дробление шага в восемь раз то есть надо будет в прошивке увеличить разрешение соответствующей оси также в восемь раз чтобы они соответствовали к этому вернемся чуть позже шаг 4 устанавливаем драйвер в положении соответствующим положению предыдущего ориентироваться на цвета разъемов нельзя так как они не всегда что-то значит а иногда еще и перепутаны бывают лучше ориентируйтесь по приведенной на экране схеме например если а4988 стоял потенциометром влево то при установке тимси 2209 его надо будет расположить чтобы он стал по пинам точно также то есть потенциометр на 2209 будет справа шаг 5 надо будет пересчитать опорное напряжение которое стояло на старом драйвере в опорное напряжение которое будет установлена нами на новом для этого я составил простенькую табличку в либро офискалк работать с ней очень просто вводите в подсвеченную строку опорное напряжение которое сняли с а4988 установленного штатно и внизу появляется значение опорного напряжения для драйверов тимси и лв 8729 единственное что нужно будет сделать для 8729 проверить что резисторы на платке драйвера имеют именно такое сопротивление как указано в соответствующей строке калькулятора вряд ли оно будет отличаться но бывает и такое шаг 6 для безопасности рекомендую для всех осей на которых происходит замена драйвера отсоединить кабели моторов после этого включаете принтер и замеряете напряжение на потенциометре нового драйвера по чуть-чуть вращая потенциометр и вновь измеряя опорное напряжение подстроить и вот так чтобы она соответствовала рассчитанному огромная точность тут не нужно плюс минус процентов 5 роли не сыграют шаг 7 при замене а4988 на драйверы тимси лв 8729 надо инвертировать направление движения осей где происходит замена варианта 2 1 просто поменять положение проводов в разъеме мотора на зеркальное если вот тут вот придавить усик контакты пинцетом а потом надавить внутрь то контакт вылезет из разъема вынимаете все контакты разгибаете усики обратно и засовываете в зеркальном порядке второй вариант требует перепрошивки ссылки на гайда по марлину его компиляции я оставлю в описании инвертируются оси в файле configuration h тут есть директивы invert название оси дир меняйте значение для соответствующей оси на противоположное тому что стояло заливаете новую прошивку в принтер и готова шаг 8 если вы устанавливали лв 8729 или по каким-то причинам ставили биение шага на драйверах тимси отличном от 1 16 то надо будет изменить разрешение осей это можно сделать в прошивке в фаре configuration h в директиве default axis steps per unit просто увеличьте стоящее тут значение для соответствующей оси в нужное количество раз например если биение стояла 1 16 а стала 1 128 то разрешение надо будет увеличить в восемь раз вариант без перепрошивки подключить принтер к программе которая умеет читать ком порт и отправлять туда команды я буду использовать репетир хост отправляем команду m503 и в выводе ищем команду m92 в ней написано какое разрешение стоит для какой оси это значение увеличиваем или уменьшаем в нужное количество раз и отправляем команду m92 название оси и новое разрешение для нее например если я хочу вдвое увеличить разрешение на осяк z и е то я напишу m92 z800 и 818 и отправлю после этого надо будет сохранить настройки с помощью команды m500 и можно отключаться но и на этом этапе принтером уже можно пользоваться драйверы поменены должны работать нормально если вы нигде не ошиблись конечно же но я настоятельно рекомендую первую печать понаблюдать за принтером хватает ли крутящего момента моторов и не перегреваются ли они если крутящего момента мало и при этом моторы холодные то опорное напряжение на драйвере надо будет поднять ну можно процентов на 10 сразу и попробуйте еще раз если крутящего момента уже хватает но моторы горячие 60 градусов том наоборот надо уменьшить опорное напряжение процентов на 10 опять должен сработать теперь отвечу на те вопросы которые точно возникнут у большого количества людей в первую очередь почему я не сказал изменить тип драйвера в файле configuration h при перепрошивке тут все просто это обязательно только если вы подключите драйверы по юарт а я объяснял замену без юарт ну если вы хотите указать здесь правильный тип драйвера в принципе это не помешает единственное что не перепутайте для драйверов тимси без юарт надо выбирать версию стендалон а версия которая без стендалон это именно для юарт что делать если вытащил старые драйверы не посмотрев на их положение ну ничего критичного в такой ситуации нет проще всего будет найти владельцев такой же платы ну например моем telegram чатике и спросить как ставить но можно и самому справиться надо будет найти распиновку платы обычно их выкладывают в интернете сами производители платы тут надо будет посмотреть расположение пинов в разъеме драйвера потом посмотреть расположение пинов на самом драйвере и поставить так чтобы все соответствовало друг другу что делать если неизвестно какой ток был на драйвере до замены ну или если меняется одновременно еще и мотор на той же оси надо будет посмотреть маркировку на моторе и найти по ней его спецификацию сожалению маркировка мне всегда есть и спецификация не всегда в интернет выложена но чаще всего найти можно тут вас интересует любой ток на обмотку и rms или и макс подставляете его в мой калькулятор в соответствующую строчку ставите корректировку минус 30 процентов и высчитывается какой в рф надо будет поставить на драйвере дальше все по гайду что делать если и мотор уже горячий и крутящего момента еще не хватает нормальный вариант один ставить мотор побольше так как этого явно не хватает на этом на сегодня все не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить новые видео ну если понравилась инструкция то можете отблагодарить меня лайком конечно отдельное спасибо за поддержку виктору шаповалов илья поповичу максимум муратову и александру хиржук вам спасибо большое за просмотр и удачи